Санкт-Петербург Солнечный Приветствую вас. Сегодня хотели бы показать вам очередной наш проект. Мы закончили установку гидравлического оборудования на сидельный тягач Вольво. Интересный этот проект тем, что здесь реализована универсальная система гидравлики. То есть данный тягач будет работать чаще и больше времени с системой подвижного пола каргофлор, полуприцепом щиповозом кракер, а также иногда он будет работать с самосвальным полуприцепом. В связи с этим мы реализовали помимо двухконтурной системы двухпоточной, которая классическая для щиповоза, ну во-первых мы установили боковой гидробак Бенотта оригинальный объемом 160 литров. Соответственно установили, начнем с двухпоточной системы, установили для щиповоза клапан ограничения давления, который позволяет ограничить давление на максимальном для полуприцепов с системой каргофлор 250 бар. Вот он установлен, вывели два рукава подача и обратка, так скажем, установили эти рукава на фирменный наш поводок РВД, вот с такой траверсой, шарикоподшипником. Обратите внимание, он жестко, вот он в вертикальном положении не играет. Это важно, потому что мы видели похожее исполнение и он играет в вертикальной плоскости, что плохо, да, как бы он не жесткий. У нас он абсолютно жесткий, посмотрите какой массивный, установлен на вот таком поворотном кронштейне, аккуратно, аккуратно все сделано, исполнено. Кроме этого, задача была установить еще линию самосвальную, для этого мы на гидравлический бак установили самосвальный клапан, вот он установлен, бенотто. Для чего это нам нужно было? Для того, чтобы реализовать разность по, скажем так, по рабочему или максимальному давлению в разных контурах, в разных линиях. Еще раз подчеркну, для щиповоза будет двухпоточная система, подача и обратка с клапаном ограничения давления, максимально ограниченное давление на 250 бар. Для самосвала отдельная линия, вот выведена БРС, это для самосвала. И, соответственно, будет управляться самосвальным клапаном и давление, ну, можно регулировать на этом клапане, он поддается легкой регулировке, бесступенчатой. Это очень важно, что клапан бенотто самосвальный поддается бесступенчатой регулировке. Его можно регулировать в широких пределах, там от 150 до 300 бар ориентировочно. В данном случае мы установили на 200 бар, что наиболее распространено давление для большинства самосвальных гидроцилиндров. Что мы еще сделали? Установили управление в кабине. Вот реализовано таким образом. Здесь установлен самосвальный джойстик в корпусе бенотто. И если необходимо использовать гидросистему в режиме щиповоз, то мы пользуемся штатной. На этом тягаче была установлена штатная кнопка включения коробки отбора мощности. Вот она. Соответственно, необходимо использовать щиповоз. Включаем ком. Гидросистема под давлением. Дальше уже управляем подвижным полом с самого полуприцепа щиповоза. Если нам необходимо использовать гидросистему в режиме самосвала, мы переключаем вот этот флажок. Он является кнопкой переключения потоков. Если мы переключим в такой режим, то это будет режим самосвала. И дальше мы уже управляем подъемом кузова путем управления джойстиком. На подъем. Ну, соответственно, на опускание. То есть в таком ключе. Нейтраль. Если необходимо перейти в режим опять щиповоз, соответственно, выключили данную клавишу. Система вернулась в режим использования щиповоз. Достаточно такое компактное, простое, надежное решение. Здесь у нас маркировочка о замене масла, интервале замене масла. Мы рекомендуем менять масло раз в год. Вместе с фильтром-сапуном. Хотя регламент заменения данного фильтра, который в крышке гидробака, два раза в год. То есть мы рекомендуем данный фильтр менять два раза. Не ленитесь делать это. Недорого стоит. Процедура элементарная. Нужно менять, как рекомендует производитель. На полуприцепе щиповозе там же есть еще свой фильтр магистральный. Он также с регламентом заменен раз в год. Кроме этого, так как я сказал, КОМ было штатно. Здесь мы установили еще гидравлический насос. Вот он. Видите? Бинота. В данном случае мы выбрали производительность 130 литров. Что при подборе гидронасоса, конечно, мы отталкивались от потребителя, где требуется наибольшая производительность. В данном случае наибольшая производительность требуется для щиповоза. рекомендации системы каргофлор это минимум 110 литров в минуту производительность насоса. Мы выбрали 130 для, скажем так, того, чтобы пол работал побыстрее. Конечно, такого насоса с избытком хватает для самосвала. Если бы наоборот, допустим, данный тягач работал с самосвалом большую часть времени, а иногда с щиповозом, ну, может быть, в таком случае можно было бы ориентироваться на производительность по самосвальной линии и, допустим, выбрать насос 80 литров. И, конечно, с этим насосом полы бы работали на щиповозе менее, не в штатном режиме, более медленно, ну, но работали бы. В данном случае, конечно, нужно подбирать насос от наибольшего потребителя, да, где требуется большая производительность. Конечно, нужно отталкиваться в данном случае от производительности по щиповозу. Попробуем показать наглядно работу наших поводков. Вот, собственно, они расположены на таком вращающемся, можно сказать, кронштейне. Соответственно, для чего они? Для того, чтобы поддерживать рукава в предельных углах положения оседина тягача при, ну, соответственно, поворотах. вот, соответственно, смотрим работу. Вот, соответственно, зоня, пожалуйста, что так это и, что неманут, что я говорю, чтобы подключить все, Ну и, конечно, самая интересная демонстрация в работе. Евгений, включай. Соответственно, вот режим на выгрузку. Едут пакеты к нам, едут колеса. Не забывайте оставлять, когда заканчиваете работу подвижного пола, вот в положении, когда доски максимально к краю вот этого портала, скажем так, ворот. Вот в этом положении, хоп, вот так нужно оставлять. Особенно это важно в зимний период, потому что налипает здесь наледь, и доски могут приподняться, да, насчет этой наледи, как на трамплине. Поэтому завод рекомендует, и опыт подсказывает, что нужно оставлять доски именно в крайнем положении. Итак, поднимаем самосвальный кузов. Достаточно быстро поднимается. Обратите внимание на холостых оборотах. В этом и заключается преимущество гидроцилиндров Бинота серии B3. То есть у них увеличено быстродействие за счет оригинальной системы Бинота. Плюс дополнительное демпфирование. Видите, то есть кузов поднимается, и при выходе нового штока практически нету, грубо говоря, вибраций дополнительных. То есть это обеспечивается за счет также дополнительного гидравлического демпфирования. Вот выходит крайний шток. Все. Вот так вот получается гидроцилиндр. Вернее, полуприцеп на полном вылете. Красив. Такая получилась у нас аккуратная установка. Возьмите на заметку. Универсальная гидравлика все чаще и чаще, скажем так, заказывает наш клиент. У нас установку достаточно часто. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Не стесняйтесь, задавайте, звоните. С радостью ответим, проконсультируем. Благодарим за ваше внимание. До новых встреч. Пока.